Всем привет! Меня зовут Олег, и мы продолжаем прохождение модификации на сталкерзов при пяти пространственной аномалии. Не стал я, ребят, спать там. АТП среди ящиков, пришел в деревню новичков, выспался на нормальном матрасе. Ну, привет! Заодно починил сайгу, которую поднял с тела одного из убитых сталкеров. Теперь у меня такая классная пушка есть. Привет, брат! Сенсировал немножечко свое оружие. Вот, и теперь давайте отправимся к заказчику и сдадим заказ. Надеюсь, что получим деньги, а не пулю в лоб. Всего этих военных можно ожидать. Вот, кстати, видите, их тут трое. Не нравится мне этого и не нравится. Ну, делать нечего, пойдем разговаривать. Здоров! Здорово! Приветствую, наемник! Ну, как все прошло? А че ты ко мне жопой отвернулся-то? Погоди, а где лейтенант? Или, я так понимаю, ты и есть заказчик? Да ты все правильно понял. Вчера Ярошук передал тебе заказ, но принять его у тебя я захотел лично. Как все прошло? Как по маслу. Валерианы и его группа мертвы. Вот доказательства. Так, потерян КПК. Наконец-то эта падла сдохла. Молодец, наемник, профи. Скажи, ты случайно не знаешь Шрама? Он из ваших? Нет, такого не знаю. А жаль, тоже профи был. Только пропал неизвестно где. Помню, как у этих тварей в клетке сидел. Он мне сбежать помог. Ну и проблем же в свое время этот валерьян всем создал. И мне, и сталкерам, и Сидоровичу. Я из-за этого урода чуть под трибунал не попал. Верхушка до сих пор нас раком ставит, и особисты нос суют куда не надо. Ладно, хватит об этом. Вот, держи деньги за работу. Полученные 14 тысяч. До встречи. Ну что ж, дело совсем не так плохо, как я ожидал. Наемник, зайди ко мне. Поручение есть для тебя. Сидорович. Знойный торговец. Не, нифига себе Сидоровича как обозвали. Знойный торговец. Ну, пойдем пообщаемся с этим знойным барыгой. С чем пришел? С делом пришел. Не, не слышал. А, здорово, наемник. Слыхал небось, что этой ночью произошло. Не, не слышал. А что произошло? Прям мистика какая-то. Отец Валерьян со своей группой ночью с басы куда-то ушел и пропал. На связь с ними никто выйти не может. Те, кто остался на базе, а это и выловский, ничего не знают. Ну и для чего ты мне все это рассказываешь? Да так, новостями с тобой решил поделиться. Но вижу, что тебе не до этого. Короче, отцу Валерьяну уже замена нашлась. Урост с группой из Агропрома пришел. Временно решил обознаваться на ферме. А я тут вспомнил, что он недавно заказывал у меня кое-что. Мне нужно, чтобы ты передал ему от меня посылку. На базу тебя пропустят. Я уж договорился. Я ведь не курьер тебе, чтоб посылки таскать. Если нет нормального задания, то я пошел. Слушай сюда, шкура продажная. Ты отнесешь ему посылку. Если еще раз попробуешь мне перечить, плакал наш с вами договор. Усюк. Эх, ну ладно, торговец, давай сюда свою посылку. Отнесу, так и быть. Надеюсь, что мы все выяснили. Вот посылка. Отдашь лично в руке Оресту. Я его предупредил, что ты придешь. Но мое задание важный груз. Да, Сидорович. Ну, чего, ставбычишь. Эксплуататор ты еще тот. Части. Эксплуататор ты еще тот. Морда твоя протокольная. Привет, брат. Устроил тут из наемников мальчика на побегушках. Так, там вояки. Надеюсь, не будут пулять в меня. Мое дело стрелять. А насчет поговорить, это к командиру. Здравия желаю. Да пока, ну тебя лезло. Я слышу. Слушает он меня. Так, ну где эта личность? Вот она. Привет, наемник. Приветствую, наемник. С чем пожаловал? Посылка от Сидоровича с тобой? Да, ну для сначала плату за доставку. Ха, какой резвый. Не боись, я не Сидорович. Если мне сказали заплатить, я заплачу. Давай посылку, получишь деньги. Держи. Так, а ты держи свои деньги. Заметь, мне Сидорович сказал заплатить в два раза меньше. Но у него свои расценки, у меня свои. И еще, чувствую, что я надолго задержусь здесь. Валерьян пропал. И непонятно, вернется или нет. А за порядком кому-то следить нужно. В общем, нашему здешнему торговцу нужна твоя помощь. Он лично просил тебя к нему направить. Входи, разузнай, что к чему. Он за помощь больше, чем я заплатил. Полученный пять тысяч. Понял, поговорю с ним. Бывай, брат. Легкая добыча, поговорить с Шиловым. Ну, пойдем посмотрим, что там за легкая добыча. И такая ли она легкая на самом деле. Чуть мне не верится. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Блин, что у тебя с лицом-то, чувак? Ну, здравствуй. Орос сказал, что у тебя есть работа для меня. Ха, работа есть. Но во сколько мне обойдутся твои услуги, наемник? В зависимости от того, что за работу ты хочешь мне предложить. Ладно, позже разберемся. Ты, наверное, заметил, что над железнодорожным мостом аномалия висит. Что-то подобие большого пузыря. Это мы со сталкерами так ее зовем. Ну, допустим, заметил. Так вот, у меня есть теория, ее нужно проверить на практике. Я слышал, как Шрам, один из ваших, рассказывал об одной аномалии, которую ему удалось встретить в рыжем лесу. Называется Ведьмин круг. По описанию точно напоминает ту, что висит у нас над мостом. По его словам, это что-то наподобие телепорта. Если шагнуть в аномалию, тебя должно перенести в другое место. Вот мне и нужен доброволец, чтобы проверить, так ли оно на самом деле. Что ж ты до сих пор никого из сталкеров не послал туда? Честно говоря, местные ребят побаиваются даже приближаться к ней. Они теперь к Сидоровичу через тоннель под насыпью ходят. Ребят-то понять можно, ведь место давно недобрыми слухами обросло. Ну что, проверишь мою гипотику? Или испугался? Ха, не дождешься. Засекай время, скоро вернусь с результатами. Так, куда-то я, походу, опять вляпался. В какую-то нехорошую ситуацию. Привет, брат! Все, значит, боятся, как огня этой аномалии, а я тут выискался герой. Хотя, с другой стороны. Наемник, солдат, удачи. Че там в аномалии? Хоть к черту в задницу, лишь бы деньги платили. Так, главное, мне, герою, такому не звездануться с моста, пока я дойду до этой аномалии. Так, а то это я умею. Так, 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 аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Опа! Проклятие! Голова просто раскалывается! Стой, наемник, не стреляй, сдаюсь. Да успокойся ты, я и не думал стрелять. Ты скажи лучше, как ты здесь оказался. Иду я со свалки, хабар сдать Сидоровичу. Решил передохнуть маленько, под мост зашел, чтобы ботинки возле огня подсушить. А то вдруг ты появился из ниоткуда. Ладно, успокойся, можешь продолжить свой путь, я пойду. Ху, напугал ты меня, пожалуй, посижу здесь немного, чтобы дух перевести. Ну, бывай. Рассказать Шилову о случившемся. Хм. Ну, как бы все так простенько. Ничего сложного, действительно, получается легкие деньги. Что ж, ребят, побежали к Шилову. Ух ты, а что это за трупишник валяется? Цепь событий разобраться в случившемся. Бобби, вольный сталкер. Хо-хо-хо, интересно. Это в этом мне, что ли, надо разобраться? Привет, брат! Или вообще во всем на свете. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Поговорить мне с тобой нужно, что мне нужно. Я только что с аномалией. Неужели не испугался? Выкладывай. Все, что увидел, это действительно ведьмин круг? Подожди, не так быстро. Ты был прав, аномалия действительно срабатывает как телепорт. Меня выбросило к тоннелю, что возле деревни новичков. Ух ты, подтвердилась все-таки гипотеза. Теперь сталкерам легче будет к деревне добираться. Не перебивай. После аномалии меня не покидает какое-то странное ощущение, я не могу объяснить. В тоннеле я встретил сталкера, говорил с ним. Он был живой, но когда шел к тебе, недалеко от фирмы увидел его труп. Тебе это не кажется странным? Это зона, мой друг. Тут всегда кто-то умирает и почти всегда при загадочных обстоятельствах. Держи награду, выпей, развейся. Ты мне очень помог. Думаю, ученые на НТР заинтересуются данной информацией. Ты работаешь на ученых? Не всегда, но иногда приходится. Они мне патроны списанные со складов таскают, очкарики, блин. В оружии ж нихрена не разбираются. Зато наше правительство боеприпасы им ящиками прет. Такой снаряк бы нашему брату-сталкеру. Ну ладно, не буду тебя задерживать. Хорошо, я пойду, удачи. Так, получены деньги и... Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Ну ни хрена себе новость. Идти на зов. Пойдем на зов. Да. Это становится все интересней. Кстати, а зачем я таскаю с собой автомат? Надо продать его. Зачем его носить? Так, хорошо хоть этот голос исчез. Я уж думал, он будет сопровождать меня всю дорогу. Так, так. Давайте вот. Ну, тысяча, но тоже деньги же. А у местных цены... Ну, привет! Ну, что ж тут за настойчивый зов? Кому тут жить надоело? Вроде никого не видно. И монолита не видать. Кто ж тут орал-то так? Так, так, так. Ну, пойдем разбираться. Эй, контролер! Эй, ты что делаешь-то, тварюжина? Блин! Да ема! Да, вот же незадача-то. Да, и теперь ты молиться на меня будешь тут. Вот же гадство-то какое, а! Как же его так завалить издалека? Так. Так. Хорошо хоть додумался проверить. А то у меня, как обычно, все разряжено. Хали! Да что ты будешь делать-то? То есть пока я далеко, у меня есть шансы, да? Только маленькие. Да ема! Фу! Кошмар. Вот же гадство-то, а! Ядрен батон. Ты откуда здесь нарисовался-то? Ладно, пойдем к Шилову. Расскажем ему про эту... Несуразицу. Вообще уж беспредел, контролер на кордоне. Есть что-то... Шилов, я надеюсь, что ты не отправлял еще сталкеров к аномалии. Нет. Вот как раз собрался поведать народу о тайной тропе. Забудь, не делай этого, это ловушка. Не мямля, объясни толком, что случилось. Помнишь, я тебе про тур порассказывал, который я встретил по дороге сюда? Так вот, после беседы с тобой я почувствовал резкое покалывание в висках и даже услышал голос. Он звал меня. Не понимаю как, но я знал, куда идти. Позже выяснилось, что это дело рук контролера, мать его, за ногу. Вот скажи, ты когда-нибудь видел на кордоне контролера? Вот и я не видел. Они обычно в такие места не доходят. Я думаю, что дело именно в аномалии. Не знаю, стоят ли такие места... Не знаю, стоит ли говорить, но у меня, кажется, появилась своя гипотеза. А что, если человек, попавший в аномалию, телепортируется? Запрограммированное аномалии место. В это же время, недалеко от самой аномалии, появляется какая-нибудь тварь. Не знаю, по каким критериям аномалия отбирает себе мутантов, но тут явно пахнет чертовщиной. Да, был бы кто другой, посоветовал бы пойти проспаться, но тебе, я вижу, доверять можно. Ладно, пусть аномалия так и останется загадкой для местных, но учеными все-таки о ней я расскажу. А про гипотезу твою тоже глядишь, как бабла отвалят, обязательно поделюсь. Пока, может, выпьешь на дорожку, а тут пузырь крепленый приберег. Получен предмет, водка, козаки, ладно, выпить не помешает, бывай. Так, что у меня там, выброс, как всегда, не вовремя. Ворон. Зверь, тут мракобес на кордон прибыл, он уже на АТП. Попросил позвать тебя, говорит, у него есть к тебе личный разговор. Тем, кто меня слышит, приближается выброс. Срочно ищите надежное убежище. Ну, окей. Переждем выброс и потом отправимся разговаривать с мракобесом. Привет, животное. Я назначил другого человека на пост командира. А ты, животное, прямо сейчас отправляешься выполнять его заказ. Вот так, значит? Интересно, кого же он поставил вместо меня? Пока меня, но когда контракт у Хрыча выполним, Шакал назначит постоянного главу. Я только одного не могу понять, как он вообще додумался тебя старшим назначить. Ты же даже простенького заказа выполнить не смог. Тебя это не касается. Ладно, передай Шакалу, что я выполню его заказ. Я найду Вектора и убью его. Так, так, так. Что-то я вообще первый раз слышу про этого Вектора. Так, ну и куда меня занесло-то? Что-то в глазах какое-то. Окружение, двоение, тесак. Проснись и пояс, возвращение в наш мир, слезняк. Новое задание поговорить с тесаком. Какого черта происходит? Что вы здесь делаете? На вас пришли посмотреть. Да и Шакал соскучился, постоянно спрашивает о тебе. А ты вот он где. Ты понимаешь, что за место? Как вы собираетесь? Как вы выбираться собираетесь? А зачем нам уходить? Мы ведь только пришли. Вдруг нам здесь понравится. А если все же захотим уйти, то на такой случай у нас есть один интереснейший сканер. Кстати, эту штучку, пожалуй, я у тебя заберу от греха подальше. Потерян предмет, модуль, дешифратор. Какого хрена вы приперлись сюда? Неужели меня спасать? Ты слишком высокого мнения о себе, зверь. Сам подумай, зачем нам тебя спасать? Дела у нас тут. И связаны они напрямую с вами. Ты и твои дружки отдаете нам компас, и мы уходим. О чем ты говоришь? Компас, это артефакт. Только не делай вид, что ты не знаешь, о чем я говорю. Вы должны были уже давно найти его. Значит так, отдаете артефакт, и мы уходим. И вы остаетесь все живы и здоровы. У нас нет этого артефакта. А если бы и был, то ты бы его точно не получил бы. Неправильный ответ. Даю тебе еще один шанс. Я говорю правду, артефакта у нас нет. Теперь ты убедился, что я не шучу? Спрашиваю еще раз, где херов компас? Твою мать, ты псих! Ты ведь знаешь, неужели ты не можешь понять, что я не вру? Времена меняются, люди тоже. Ты ведь свою свиту променял на кучку вонючих сталкеров в пузыре. Значит, от тебя можно ожидать чего угодно. Надоел ты мне. Мракобес выведет тебя погулять на свежий воздух. Спокойной ночи. Погоди, я еще не закончил. Давай договорим. Ага, и снова радиоактивные осадки. Вот как только мне на улицу, сразу начинаются радиоактивные осадки. Держи его крепче, чтобы не вырвался. С добрым утром, животное! Как спалось? Ты уж извини, но подошел момент прощаться. Передавай привет всем нашим на том свете. Ну и? Я всегда знал, что кто болтает, тот плохо кончит. Маркус, что здесь произошло? Это ты их двоих удивил? Новое задание старой обиды поговорить с Маркусом. Это не я. Опять появился этот стронголов и заставил их застрелиться. Ни хрена себе он и на такое способен. Тогда нам повезло, что мы до сих пор живы. Ладно, сейчас важнее парня из плена вытащить. И у меня есть план. Что за план? На складе остался кое-кто из наших. Их охраняет несколько наемников. Сначала нужно взять под контроль склад. И тогда мы вернемся сюда и освободим остальных. Ну, все равно выбора нет. Приступаем. Еще одно. Как тебе удалось выбраться из норы? Все просто. После того, как ты вылез, я тоже попробовал это сделать. И у меня получилось. Я от радости чуть полные штаны не наложил. Ну, все, хватит об этом. Давай-ка делаю. Для начала нам нужна амуниция. Я знаю, где ее можно взять. Иди за мной. Объясню на месте. Ну, ладно, пошли. Так, а трупики обыскать? Амуниция. Блин, у меня и так вроде как полно амуниции. Ну, не будем спорить. Ух ты, блин, темно-то как. Пойдем за Маркусом. Вдруг он мне там сейчас какую-нибудь супер-пупер амуницию даст. Эй, чувак, только не говори, что ты меня заведешь за эту решетку, от которой нужен был ключ. Блин, да емое. Ай, красави. Ай, молодец. Здесь, оказывается, не только летающие свиньи есть, но еще и летающие кровососы. Так, а кто там валяется? Блин, вот же я любопытный, это создание, а. Любопытное создание. Интересно мне. Кто здесь валяется? Зима, клей, монолит. Вы что, прикалываетесь? Монолит здесь откуда? Фу. Блин, опять я есть хочу. Немножечко восстановили здоровье. Вот мы и на месте, это старый военный резерв. Не знаю, как долго здесь лежит это оружие, но будем надеяться, что оно до сих пор в отличном состоянии. А как ты двери собираешься открывать? У меня все на мази, я ключ от этой двери нашел в логове этого стронглова. Кое-что отсюда я себе уже взял. Думаю, что и ты сможешь здесь найти что-то полезное. Вот ключ от двери, бери все, что сможешь унести, а я подожду снаружи. Получен предмет, ключ. Ну понял, жди меня я сейчас. Так, 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 ладно, ребят, сейчас я разберусь со снаряжением и после мы продолжим. Ну что там, готов уже? Да, готов. Вот забирай ключ, пусть у тебя будет. Значит, слушай, большая часть группы сейчас в сарае, они для чего-то оставили там шурупа. Нужно попытаться его спасти. Самый простой способ сделать это вырубить электричество в сарае и перебить их в темноте. Ну как план? Еще одно, могу я тебе задать вопрос? План прост и понятен, насчет вопроса, я думаю, сейчас не самое подходящее время для разговоров. Да я как раз таки о сложившейся ситуации хотел спросить. Ты уверен, что сможешь вступить в бой с наемниками? Ведь ты наверняка знаешь многих из них. Смогу, у меня не было друзей среди наемников. Неожиданный ответ. Ну это не мое дело. Ладно, тогда ты займись наемниками в сарае, я попытаюсь освободить остальных. Понял? Ты иди, а я как справлюсь, сразу же к вам на подмогу подойду. Замечательно. Так, значит мне нужно неожиданно напасть на наемников. Ого-го, важно, чтобы меня не заметили. Ладненько. Пойдем геройствовать. Так, выключим фонарик. А то фактор неожиданности исчезнет точно. Так, здесь со всех сторон стоят. Это печалька. Так, отлично. Отлично. Ой-ой-ой, зря я это, наверное, делаю. Странно, а где остальные? Неужели они не слышали, как я тут перестрелял их? Перешей! Блин. Накаркал. Накаркал, блин, а. Вот же. Кого вы там взрываете-то, а? Наемнички. Вообще не вижу, куда стреляют. Даже спин в них хрена не видно. Кто-то еще жив. Все. Фу. Да. Это не задача, конечно, блин. Ты кто? Даня, пузырь. Ух ты. Даня, пузырь. Так, ну что, надо поговорить с шурупом. Спасибо тебе. Спасибо тебе, зверь. Уже второй раз мою шкуру спасаешь. Неужели наемники сюда из-за меня пришли? Нет, они здесь по другим причинам. Артефакт компаса еще. Думают, что мы нашли его. Из-за этого кувалду убили, суки. Да, вот так ситуация получается. Значит, это не все наемники, что пришли. Часть до сих пор держит в заложниках остальных. Да, Маркус пошел им на подмогу. Думаю, что он придумает, как их освободить. Слушай, иди помоги ему. От меня пользы мало будет. Они мне здорово бока намяли. Так что я лучше здесь, пока подожду. Идет. Ладно, сиди, я побежал. Старые обиды помочь Маркусу. Так, есть у них что-нибудь полезное? Зверь, молодец. Твое наступление отвлекло тисака и позволило взять ситуацию под наш контроль. Мы взяли нескольких наемников в плен, но тисаку и остальным удалось сбежать. В общем, беги к нам. Лютый хочет с тобой поговорить. Да, не дают мне спокойно помародерствовать. Надо бежать. Ну ладно, побежали. Где мы там? Куда нам бежать-то? Ага, вот сюда. Ну, замечательно. Замечательно. Блин, да что такое? А, ну, куда ж мне бегать-то с таким перегрузом? Куда ж мне бегать-то с таким перегрузом? Ну, попытаемся хоть как... Ага, хрен там. Ну и патроны выбрасывать. Меня жаба душит. Вдруг они мне еще пригодятся? Хотя, возможно, мне это вылезет сейчас боком. Где же все эти сбежавшие-то? Так. Ага, тут свои получается только. Лютый. Ты как, зверь? Как там, Мурат? Он в порядке? Думаю, что Маркус уже сообщил тебе, что здесь произошло. Да, все хорошо. Я убил всех наемников, что находились в сарае. С Муратом все хорошо, да и со мной тоже. Очень жаль, что тесак этот и несколько братков его сбежали. Уже, наверное, и с аномалией свалить успели. Но ничего, они еще ответят за смерть кувалды. Эта сволочь еще и дешифратор с собой унесла. Значит, ты все-таки его нашел. А, впрочем, какая теперь разница? Ладно, слушай, у меня идея появилась. Я уже с ребятами обсудил, думаю, с тобой нужно поговорить по этому поводу. В общем, лучше нам остаться в этом бункере. Тут и дверь есть, и укрытие от выброса надежное. Что скажешь по этому поводу? Думаю, что хорошая идея после случившегося глупого возвращаться в дырявый сарай, что у всех на виду. В общем, вот и я так думаю. Кстати, те наемники, у которых нам удалось взять в плен, в общем, они пытались тоже сбежать. Пришлось их убить. Но они сделали свой выбор. Маркус рассказал тебе, что он нашел ключ от диспетчерской, и теперь у нас есть боеприпасы. Да, он мне уже рассказал об этом. Это действительно хорошая новость. Ладно, трепать позже будем. Сейчас нужно свет здесь включить. Ты когда в сарае свет вырубил, то он и здесь вырубился. Я шурупу написал, чтобы он обратно включить попробовал, но у него не вышло. Видимо, где-то здесь есть трансформатор, и для того, чтобы включить свет, его нужно перезапустить. Мы с резаком нашли здесь кое-какие схемы, и выяснилось, что трансформатор находится недалеко от сарая в подземке. Поручаю его перезапуск к тебе. Вход в подземку закрыт, но шуруп написал, что сможет взломать замок. В общем, иди, он будет ждать тебя рядом со входом подземелья. Понял, займусь этим прямо сейчас. Тайна подземелья, поговорить с шурупом. Ну что, стоишь ты тут как будто продавать что-то надумал, но, тем не менее, ничего у тебя нету. Так, каждый в своем уголке. Колбаски тут немного. Как у меня там с едой? В принципе, пока неплохо. С едой пока неплохо. Ладненько. Пока все отдыхают, пойдем заниматься делами. Ничего такой, бункерочек, кстати. Можно было бы тут офис все устроить. Но пока. Пока, пока. Блин, да что ж такое-то. С одной стороны, вроде как патроны надо выкинуть. Но с другой стороны, что меня там в том подземелье ожидает-то? Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Так. Надо антирадик употребить. И чуть-чуть здоровье восполнить. Ага. Вот туда. Ну, пошли. Что странно, здесь как-то очень много народу. И вроде как они относятся к нам нейтрально, но хрен его знает. О, наконец-то ты пришел. Лютый уже рассказал тебе о том, что предстоит сделать. Рассказал в общих чертах. Тогда пошли, помогу тебе решетку открыть. Только учти, я с тобой в подземелье не полезу. Мало ли, что там убитает. Открою тебе вход, а сам на базу побегу. Ты без меня справишься. Готов? Да, пошли. Так, опять меня в самое пекло. Все, главное, боятся. Да, Лютый сказал, что трансформатор должен быть где-то здесь. Прикрой меня. Я попытаюсь открыть решетку. Охренеть. Прикрой его, пока он будет решетку открывать. То есть меня там прикрывать никто не будет, а вот тебя... Все, дальше ты сам. Думаю, ты знаешь, как выглядит трансформаторная будка. Просто поверни рубильник и возвращайся. Да ты кэп прям, братец. Отойди уже от решетки. Так, да был я вроде в этом подземелье. Или теперь там другое уже. Лейтенант Бунчук. Стой там, где стоишь. Кто такой? Чего я сюда полез? Успокойся, лейтенант. Наемник. Я пришел трансформатор перезапустить. Ну, допустим, я тебе поверил. Решетку ты как открыл? Мне человек один помог ее открыть. А вы давно здесь? Ага. Вот так взял и рассказал. Пойди вон у генерала спроси. Может, он расскажет. Ну, давай поговорю с вашим генералом. Ну да, действительно. Был я здесь. Пойдем с генералом общаться. Ну, здорово. Ну, здорово. Генерал Ткаченко. Ух ты. Эй, сталкер. Что за чертовщина тут происходит? Где мы находимся? Ну, хотел бы я сам знать, что за место. Судя по всему, аномалия какая-то. Вы помните, как тут оказались? Что еще за аномалия? Пространственная. Вы здесь не одни. Недалеко отсюда есть группа сталкеров. Они уже давно внутри аномалии. Более двух месяцев. Ну, как ты помнишь... А, ну так ты помнишь, как вы оказались здесь? Твою мать. Так, только этих еще подарков зоны нам не хватало. Помню только, что мы шли по агропрому. Яркая вспышка. И вот мы здесь. В себя и пришли. Ладно, мне еще электричество подать нужно. Поговорим позже. Так. Тайна подземелья. Вернуться к лютому. Время дорого. Рассказывай. То есть тут теперь обосновались долговцы. Самое интересное, вылазить отсюда они не собираются. Напоминает мне эта группа что-то. Вот ту группу из Зова Припяти, которую мы в городирне нашли в виде трупов. Так, ну побежали назад. Я все-таки выложил часть патронов в личный ящик. И, видимо, не зря я это сделала. Сделал я теперь хоть передвигаться могу нормально. А так ползал бы, как черепаха. Ну и все-таки вот задыхаюсь. Патроны-то не все я выложил. Жаба не разрешает. Тебя кто тут в угол поставил, ты кто такой? Бедолага, тупит стоит. Отличная зверь, хорошая работа. Теперь хотя бы свет есть. Как все прошло? В подземке я встретил долговцев. Там целая группа из пяти человек. Ничего себе, вот так новость. И давно не там. Нет, в анапалию попали совсем недавно. А нас-то им ничего не говорил? Ну, я рассказал о нашей группе. Но соединить нашей группы не предлагал. Ну, если они к нам не просились, то смысла предлагать им это нет. Главное, чтобы когда у них еда закончится, они у нас ее отнимать не пришли. Ничего, наемникам дали отпор, и им дадим, если потребуется. Ладно, хватит об этом. Сейчас нужно вытащить из бункера трупы и похоронить их, а после почтить память кувалды. Ну, понял, пошли. 27 дней спустя. Ну, привет, брат. О-ка, о-па-па. Привет, привет. Генерал Ткаченко. Зверь, есть к тебе разговор. Зайди ко мне. Ну, привет, брат. Да задолбали вы. Привет, 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 привет. Ну, что ж, пойдем поговорим с генералом. Интересно, что они там 27 дней делали в том подземелье. В этой норе. Да еще и с трупом этого гильзы в обнимку. Ух ты, свежая кабанятина. Так, кто тут стрелял-то? Хм, непонятно. Эй, враги какие-то? Ё-моё. Там какие-то враги. Очень-очень интересно. Блин, не вижу где. Вон он. Ух ты, и не один. И не один. Да че ж выныкаетесь-то? Может, вам гранатку туда? Походу, гранатка не помогла. Ладно, придется подходить ближе. Ну да. Монолит, ёлки-палки. Только вас, блин, придурков тут не хватало. Слава, монолита. Я ж тут, помню, уже двоих находил. Еще приперлись. Да. Так, ладно, птичечки хоть заберем. И колбаска тоже не помешает. Лучше ж колбаса, чем жрать это мясо радиационное. О, антирадик тоже пригодится. Ух ты, не надо мне такие патроны. Так, ну пойдем к генералу. Действительно сидят они тут безвылазно в своем подземелье. Чего расскажешь хорошего? Сам позвал теперь спрашивает. Здравия желаю, сталкер. У тебя еды случайно нету? А? Надоело уже местную радиоактивную свинину жрать. Пищи человеческой хочется. Нет, генерал, сам холодный, как собака, хожу. Я и не рассчитывал, что ты безвозмездно поделишься, поэтому я тебе обмен предлагаю. Мы когда в рейде были, артефактов пару нашли и хотели их ученым сдать. Готов их все обменять на еду. Примем от тебя любую еду. Консервы, колбасу или хлеб не столь важно. Но нужно нам не менее 8 единиц продовольствия. Думаю, на первое время хватит. Ну что, по рукам? Ну, лады, генерал, постараюсь найти для вас еды. Скоро вернусь. Так, найти 8 единиц продовольствия. Ну, здорово! Здорово, здорово! Где ж мне для вас 8 единиц продовольствия-то найти? В этом забытом богом месте. Здесь мы остановимся и увидимся уже в следующей серии. Удачи всем, кто досмотрел. Спасибо за лайки и комментарии, которыми вы меня поддерживаете и стимулируете на создание новых серий и прохождений. С вами был слесарь 6-го разряда. До новых встреч!